Россия отказалась, что российские у нас случаи в этом не участвуют. А оказывается, когда мы сюда уезжали, нас уже задним числом с вооруженных силы уволили. Я являюсь офицером и стою на действительной военной службе вооруженных силах Российской Федерации. То есть и в России нас нет, и в Чечне мы вне закона, так как мы сюда прибыли с агрессией. Вы могли бы называть себя и вашу должность? Капитан Шихолев Александр Николаевич, заместитель командира танкового батальона Контемировской дивизии. Капитан Шихолев Александр Николаевич, заместитель командира танкового батальона Контемировской дивизии. Я вчера был к Зипкомсову, приходил, интересался состоянием, здоровью, как-то он чувствовал. Всегда нам старается, нас абсолютно хватает. Спрашивал про свое, неожиданно для меня увольнение. Он, конечно, никак не прокомментировал это, действие со стороны Министерства обороны. Он сказал, что уточнил. Ну, ты в той или иной форме затрагивал вопрос, почему так получилось, что ты оказался уволенным из рядов армии российской? Думаю, не было никакого смысла там даже это спрашивать. По поводу того, кто и за что несет ответственность. У нас в России, собственно говоря, так же, как почти в любой другой президентской республике, за все отвечает президент. А что касается военнослужащих, за их судьбу отвечает Верховный Главнокомандующий. Обращаю ваше внимание, что у нас это одно и то же лицо.